Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы будем говорить о смородине. Она бывает разная. Чёрная, красная, жёлтая, белая, золотистая. А сейчас вообще разноцветную вывели. Но мы к этому не будем иметь никакого отношения. Это же всё-таки генная инженерия. А теперь про чёрную смородину. Да, самое-самое-самое хорошее, у которой больше всех витамина С, это чёрная смородина. И она спасает наш иммунитет от всяких заболеваний. Также приготовить её, чтобы не потерять её такие целебные свойства, витамины, минералы и всякое прочее. Вот чёрная смородина. И самое трудное в сегодняшнем, как говорится, приготовлении, очистить его от вот этих коричневых остатков сухих цветочков. Плод созрел, а цветочки на кончиках остались. Проще всего, конечно, почистить красную смородину. Взял кисточку и очистил его. И всё, там нет никаких сухих цветочков. А вот у чёрной смородины этого достаточно. Я хочу поделиться своим опытом. Не знаю, может кто-то ещё так делает. Вот я беру чёрную смородину. Естественно, я её почистила, помыла. Беру кухонные ножницы и отрезаю эту часть. То есть, раньше я это делала ногтями. Да, когда я была ребёнком ещё, мама меня сажала за стол и говорила, детка, это очень вкусно, полезно. Давай, помогай, на зиму будем делать варенье. Я и чистила ногтями. Вот так, как вы сейчас видите. Это было очень неудобно. И раньше не делали килограмм, полкило. Делали, покупали 2-3 килограмма. И садись за этот стол и чисти его. Одна морока. А теперь вот так вот я беру ножницы и отрезаю вот эти коричневые остатки. Всё. В принципе, их можно и не очищать. Они настолько полезны, что их можно заваривать как чай. А если мы что-то завариваем как чай, почему бы его и не оставить в сахаре? Ничего, по-моему, от этого дурного не будет. Но если у вас дома маленькие дети, вы хотите, я имею в виду до 5 лет, и вы хотите им тоже приготовить какой-нибудь кисель или такой развести, как компотик дать, тогда будьте добры. Надо всё очистить, пропустить через блендер, а потом его пропустить через сито. И только после этого добавить сахар и оставить на зиму. Ну, это для детей. А для себя смотрите сами. Решение ваше. Хотите, удаляйте всё. Хотите, не удаляйте. Как говорится, это ваше желание. Ну, а я же почищу. Пока они были сухие, я их потёрла. Некоторые сошли сами. Некоторые остались, которые большие, я их очищаю. А те, что уже не в силах, оставляю. Заливаю это всё кипятком. Не оставляя ни две минуты, ни три минуты. Просто залила и вылила кипяток. И всё. Это делается для того, чтобы ягода могла отдать свой цвет. Стала немножечко мягче. И в то же время, чтобы с неё как бы сошёл этот парафиновый слой. На нём же бывает слой такой. Мы его глазами не видим. Но когда вот сливаете горячую воду, видно, там вот такое. Такая плёночка на воде. И очень мало, конечно. Но в то же время... Я сейчас хочу, чтобы вы её увидели. Вернула обратно, видите. Вода чистенькая, конечно. Чуть-чуть изменила цвет там, где был порез. А плёнки, конечно же, вы не увидели. Она такая мизерная, что камера её не показала. Или камера такая слабая. Вот и всё. Теперь мы всё это высыпаем в глубокую посуду. Естественно, надо взвесить. Сколько же у нас осталось после того, как мы его почистили? Я надеюсь, здесь осталось полкилограмма. Ну, здесь чуть больше, чем полкилограмма. По рецепту я буду сюда ложить сахар 1 на 1 килограмм смородины, полтора килограмма сахара. Это если вы его не будете держать в холодильнике. Если вы будете его держать в холодильнике, можете добавить на 1 килограмм 1,2 кг, 1,3 кг сахара. То есть, этого будет достаточно. Оно не протиснет. Но если вы его не будете держать в холодильнике, тогда надо добавить полтора килограмма. Или даже можете больше. Это уже зависит от вашего желания. Ну, больше не стоит, конечно. Достаточно того, что это будет полтора килограмма. Вы его смешаете хорошенько. Сахар растает. И получится как желе. А в таком состоянии оно не протисает. Теперь самое главное его размять. Пожалуйста, не перекручивайте это всё в мясорубке. Во-первых, там есть запах. Сколько бы вы не помыли вашу мясорубку, запах всё равно останется. Что-то, какой-то микроб сюда попадёт. Потом, ножи в мясорубках металлические. Из ржавеющей стали. А вот в блендере ножики, они не ржавейка. Нет никакой надобности для того, чтобы, вот говорят, только деревянной палочкой, только деревянной ложечкой. Товарищи, если это не ржавейка, то какая разница, деревянная она или нет. Она всё равно не входит в реакцию. Теперь я взвешиваю сахар. Значит, если у меня полкилограмма, я сюда положу сахара. Где-то 800 грамм. Нет. 750 должно быть. 750 грамм сахара. Желательно, чтобы ваш сахар был мелкий. Если нет такого, попался крупный, вам просто придётся больше перемешивать его. До тех пор, пока ваш сахар полностью не растворится. После того, как я высыпаю сахар в смородину, я его блендером мешаю полторы минуты. Дальше вы видите, вот что получилось. Через полторы минуты смородина приобрела вот такую консистенцию. Она густая. Даже она ещё не постояла. Сейчас я добавлю остаток сахара. Я добавила чуть меньше. Ну, думаю, надо по рецепту добавить всё, что положено. Потому что я не буду его держать в холодильнике. У меня холодильник забит. Забит вишней в собственном соку. Вишневым вареньем, который тоже вот сырого приготовления, без термообработки. Поэтому на смородину у меня места не осталось. И добавлю я сюда сахара. На один килограмм, полтора килограмма сахара. Как видите, пока оно немножечко такое жидковатое. Через 10 минут вы убедитесь, что станет с ним. Она станет как повидло. Пектин, имеющийся в кожуре чёрной смородины, войдёт в реакцию с сахаром. И он загустеет. Я уже перелила это всё в банки. Забыла включить, конечно, камеру, когда переливала. А вот остаток, вы видите, я выливаю его в маленькую банку. Хотя не стоило. Надо было его вылить просто в креманку. Вы видите на стенах посуды какого цвета варенье. В банках оно тёмное. Его много и цвет никак невозможно передать. А густота, видите, на ложке. Вот я соскребаю его со спатулы. И посмотрите, какое густое. Если вы видите, что у вас вот такое густое варенье, то оно уже готово. Его уже не надо мешать. Сахар полностью растворился. Можете переливать в банки и закатывать. Если вы закатываете старинным способом, как бы вот машинкой для закатывания, то это очень хорошо. А если вы закатываете вот такими крышками, которые имеют винты, то их надо вытереть сухо-сухо. А, естественно, вы это всё простерилизовали, прокипятили в чайной соде, высушили. Дополнительно ещё возьмите салфетку, вытрите её. Мало ли где осталось капелька воды, чтобы ваш труд не пропал даром. И закройте крышку. Да что-то эта крышка сюда не подходит. Она от другой банки. Я повторяюсь, и в бывших видео я тоже говорила, если кто видел, я делаю такие варенья в маленьких банках. Почему? Причина в том, что, когда вы открываете, всё равно туда попадает кислород, вы внедряете туда ложку какую-то. Если в большой банке, она останется и может прокиснуть. Вы же не всё сразу съедите. А в маленькой, пожалуйста, открыли, поставили на стол. Хотите, положите в приманку. Хотите, ешьте ложкой прямо из банки. За 2-3 дня вы её съедите. А если не съели, то положили в холодильник. Она же маленькая. Как видите, она такая густая, что она не выливается из банки. Совершенно вот как густая-густая сметана. Даже сметана. Ну да, совершенно густая сметана. Вот жирная сметана. Оно вот так держится. И варенье тоже такого же вида. Что мы имеем, когда мы готовим варенье таким способом? Без термообработки. Оно не теряет свои свойства. Витамин С полностью остаётся не разрушенным. Все минералы, все кислоты, которые есть в ягоде, остаются, как говорится, живые. И дают вам жизнь. Смородина очень-очень полезна для организма. Одна ложка каждое утро натощак поднимет ваш иммунитет. Вы не будете болеть зимой. В сезон начинайте кушать смородину, пока она будет заканчиваться. И заготавливайте, делайте компот или же делайте сок из него. Ну, сок и компот обязательно же пройдёт термообработка. Вот такое состояние. Оно остаётся свежим. Или же заморозить его можно. Замороженные фрукты тоже оставляют в себе все витамины. Ну, вот так вот. Взяли одну ложечку, положили в холодную воду, перемешали. Вот вам и компотик выпили. Кисель хотите? Кисель сварили. Так что много пользы от такого варенья. Готовьте. Если вам понравится, делитесь с друзьями. Будьте здоровы. И вы не будете болеть. Если будете питаться таким продуктом, я вас уверяю, я много лет готовлю это варенье. Я не знаю, наверное, лет 30, а может и больше. У меня его любят дети. Люблю я сама. И я на 100% уверяю вас, что питаясь такими продуктами, вы не будете болеть никаким гриппом, никакими ОРЗ. Желаю вам успеха, удачи. Делитесь с друзьями. Заходите на сайт. Следующее видео будет про красную смородину. До свидания.